Всем добрый вечер. Четверг, 9 часов вечера, с вами Искусство Возможного и я, ведущий Сергей Ильин. И сегодня у нас в гостях координатор общественного движения Архнадзор, член Общественной Палаты Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Константин Михаилович. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней передачи – политика и градостроительство. То есть она на самом деле несколько шире. Политика и градостроительство, политика и архитектура, градостроительная политика. И я сразу хочу напомнить, что само слово «политика», если вдуматься, происходит от греческого слова «полис», что переводится в том числе не только «государство», но и «город». Так что связь, скажем так, историческая со времен древнегреческих полисов, городов, государств. Я не ошибаюсь? Абсолютно верно. Благодарю. Кстати, вот первый вопрос. Не совсем, казалось бы, по теме, но и тем не менее. В последнее время, буквально полгода, год, полтора года, наблюдается новая мода. Среди наших социогуманитарных мыслителей развелось безумное количество самозваных специалистов-урбанистов. Эдакая альтернатива специалистам по городскому хозяйству, каковых особенно много среди столичных чиновников, преимущественно старой формации. Вот не получается ли, что вместо одной напасти мы получаем две? Потому что есть у меня такое ощущение, что там люди прочли две книжки и гордо именуют себя урбанистами. Нет такого ощущения? Ну, вот такого изобилия действительно специалистов я не замечал. Может, я плохо за этим слежу. На самом деле, это редкая у нас профессия, если не вымирающая, как мне кажется. Когда-то школа была, так сказать, серьезная. Да нет, но были ряд серьезных школ. Это и географы, и не только, и архитекторы. То есть было достаточно много высших учебных заведений, которые готовили урбанисты. Собственно, я сам делал диплом по урбанистике на Московском государственном университете, географической факультете. Вот, ладно, понятно. Следующий вопрос. Итак, движение Архнадзор, координатом которого вы являетесь, занимается в первую очередь архраной памятников архитектуры. Но боюсь, что по новейшим понятиям даже такие общественные движения, это в каком-то смысле уже политика. По крайней мере, воспринимается кем-то, как политическая сила. То есть нетрудно догадаться, что вы испытываете давление со стороны бизнесменов, застройщиков, к примеру. Ну, тут понятно, налицо прямой конфликт интересов, которые угрожают чьим-то серьезным прибылям. А вот приходилось ли сталкиваться с чисто политическими обвинениями, обвинениями политического характера? Ну, если вы откроете манифест Архнадзора, так называемый манифест, то есть некоторые предуведомления о нашей деятельности, которая появилась еще в 2009 году, то первые строки, которые вы там найдете, это слова о том, что Архнадзор не политики, что мы, так сказать, крайне будем возражать против использования наших акций, идеи и лозунгов в каких-либо политических целях. Ну, на самом деле, имеется в виду, конечно, политиканство. Потому что, в общем-то, конечно, любая общественная активность — это политика. Если понимать ее в нормальном смысле слова, мы не состоим в политических партиях, не ходим на их, скажем так, митинги или съезды, не участвуем в избирательной деятельности, не торгуем своим именем в поддержку той или иной партии. Но, конечно же, ясно, что мы стараемся оказывать влияние на общественную атмосферу, а эта сфера с политикой тесно связана. Конечно, мы добиваемся не политических целей, а, в первую очередь, культурных, а именно того, что записано в наших основополагающих документах, и, самое главное, записано в наших умах, то есть сохранение исторического наследия, сохранение не только памятников архитектуры, но и памятников истории, видов, ландшафтов, всего того, что называется культурным наследием и то, что является, так сказать, отпечатком нашей цивилизации, которую мы должны сохранить, передать потомкам и в желательном, неизменном виде и лучшем состоянии, нежели приняли. Не все здесь получается, но... Конечно, эта политика, это в том смысле, что это место для приложения сил душевных, физических, самых разных граждан. Кстати говоря, это вот, если вернуться к той парадигме национального согласия, которая одно время у нас проповедовалась, вот это одна, как раз, источник, где она рождается очень хорошо, потому что, я так сужу по этому движению, достаточно давно, еще и до Артанзора, они существовали в разных видах, и я в разных видах в них участвовал, и на этой платформе, на платформе сохранения памятников старины объединяются любые силы, независимо от политических убеждений, отношения к тем или иным политическим деятелям, вот главное не выходить за пределы этой платформы. Вот вопрос, если позволите. Вы говорите, что вы прямо в своем манифесте декларировали отказ от того, чтобы идти в политику. Тогда вопрос из двух частей, но, собственно, это один и тот же вопрос. А идет ли политика к вам? То есть я приведу конкретно, например, чтобы было понятно, о чем я говорила, это первая часть вопроса. Смотрите, вот митинги против точечной застройки где-то, условно говоря, 2009-2010 годы, и каждый раз там, как правило, оказывались или политик Метрохин, или политика Удальцов. То есть если вы не идете в политику, то политика идет к вам. И вот мой первый вопрос на эту тему. К вам идут политики таким вот образом? Ну это было на первых, что называется, стадиях. Очень часто, когда мы, например, мы устраивали какой-то свой митинг, звонили представители тех или иных политических партий. А можно мы придем к вам? И спрашивали, а можно ли мы придем и выступим? И мы говорили, можно, если вы придете и выступите, не как представитель политической партии, не от лица партии, а как гражданин или как житель города Москвы. После этого, как правило, никто не приходил. То есть прецедент, что человек обещает одно и делает другое, по счастью не было. То есть здесь есть некий водораздел. Всегда прекрасно видно. Очень многие люди говорят на наши темы, скажем так, но всегда понятно, говорят ли они из любви к искусству, или они говорят из любви к себе об этом. Мы стараемся не допускать того, чтобы нас использовали в чьих-то целях. Хорошо, тогда с оппозиционной политикой мы разобрались. А что с властями? Что с городскими властями? Что, скажем, с федеральными? Что, скажем, с пропагандистскими ведомствами? Вы ощущаете давление? Имеют ли это какие-то наезды? Что вот, знаемый от Тархнадзора, они куплены государственным департаментом, к ним ходят метрохи, но сами невероятно ходят в синагогу. Вот нет таких рецидентов? Ну, такого, это я впервые. Вот перед эфиром, нет, я беру условный пример, разумеется. Также цитаты из бриллиантовой руки. До купленной госдепартаментом, слава богу, не дошло. Нет, мы испытываем, конечно, постоянные какие-то вот... Вот то, о чем вы говорите, это на самом деле очень хороший полемический прием. Ну, вернее, он плохой и плохо пахнущий. Но он, так сказать, постоянно не в ваш адресе-то. Он постоянно используется. Нет, у меня это фигура речи. Когда, да, у нас с вами это все фигура речи. Когда людям нечего сказать по существу дела, будь это представители власти или представители застройщиков, они пытаются куда-то вот съехать. Вы куплены теми-то, вы враги культуры, а вы вообще непонятно, чем занимаетесь, где вы там, почему вы в рабочее время стоите с плакатами возле моего офиса, а не стоите у станка или у забоя и так далее. То есть, когда людям нечего сказать на конкретную претензию, а мы, как правило, эти претензии произносим с правовой, прежде всего, точки зрения, потому что, слава богу, в этом деле существуют еще кое-какие законы, то начинаются разговоры вот об этом. Я вообще предпочитаю вести разговоры по делу. Вот есть, скажем, закон об объектах культурного наследия, есть градостроительные регламенты, есть те или иные понятия даже Конституции. Вот их надо соблюдать и уважать всем, независимо от политических убеждений. Когда мне начинают вместо того, чтобы поговорить об этом, предлагают поговорить обо мне или моем политическом кредо, я обычно такие разговоры пресекаю, потому что это не по делу и тратить на это время совершенно... Понятно. А откуда идут наскоки? То есть, условно говоря, это наймиты тех самых, условно говоря, девелоперских компаний, это структуры, близкие к правительству Москвы, или это какие-то федеральные структуры, или кто-то еще? Есть понимание? Может сделать? Откуда это идет, я понятия не имею. Одно время еще, особенно при Лужкове, конечно, пытались какую-то политическую базу подвести, что мы занимаемся этим, потому что мы кем-то специально снаряжены, чтобы помочь свалить Юрию Михайловичу Лужкову. Когда Юрий Михайлович Лужков оставил свой пост, Архнадзор никуда не делся и продолжал свою работу. С новыми городскими властями разговоры на эту тему мы, слава богу, прекратили за отсутствием предмета. Вот я думаю, что публика-то наведит и делает сама свои выводы. А вот, кстати, интересный вопрос. С кем... Мы еще вернемся к этому вопросу, но я пока хотел услышать именно вот чего. С кем удобнее вести диалог? С правительством Юрия Лужкова или с правительством Сергея Собянина? Вот сейчас, видимо, уже прошло два с половиной года мэрства Собянина, можно уже делать какие-то определенные выводы, мне кажется. Ну, если это расценивать в терминах удобство... Честного... Ну, удобство, конструктивность... Ну, нет, ну, возможно, вариант, что при Юрию Михайловичу посылали матом, а тут посылают исключительно вежливые, доброжелательные чай приносят. То есть меня интересует, в первую очередь, разумеется, не форма, а содержание диалога. По содержанию диалога такой вот... С одной стороны, он идет. И шел и идет, или идет именно после прихода Собянина? Он шел до прихода Собянина, он продолжился после прихода Собянина, потому что когда, так сказать, понятно, что Архнадзор не является, с грубкой каких-то, что называется, оголтевых любителей страны, а выражает собой некое такое общественное настроение, там одно время эта тема, и сейчас, я знаю, тема сохранения исторического облика Москвы, и тема сохранения памятников фанатам в рейтингах социологических, оно на первых строках. Понятно, что за этим стоит некая вот такая общая воля горожан, да, к сохранению некой комфортной следы своего обитания, и к сохранению того исторического наследия, которое еще уцелело. Понятно, что диалог для власти стал необходимостью. С другой стороны, всегда интересно, зачем власть этот диалог ведет. Диалог можно вести для того, чтобы демонстрировать, что он есть, или диалог можно вести для того, чтобы добиваться каких-то компромиссных или приемлемых решений. Вот с этой точки зрения у меня даже нет четкого ответа на тот вопрос, который вы задали, потому что, с одной стороны, диалог продолжается, с другой стороны, во-первых, для него нет явной точной площадки. Я имею в виду не только диалог охнодзора, предположим, с департаментом строительства Московской мэрии, а вот, собственно, площадки для диалога общества с властью по вопросам градостроительства. Мы уже несколько лет с таким нескольким маниакальным упорством предлагаем власти, давайте создадим городской премьер, городской совет по культурному наследию. Куда войдем упаси, боже, не одни только мы. Мы, конечно, будем претендовать на то, чтобы там присутствовать. Но Москва обладает замечательным интеллектуальным потенциалом здесь. Сотни специалистов самых разных профилей. И урбанисты, помянутые нами ранее, и специалисты именно по охране и реставрации, и специалисты по транспортным проблемам, и специалисты-историки, и краеведы. Собрать цвет вот этого экспертного сообщества и будущие решения власти, которые затрагивают тем или иным способом исторические здания, исторические территории, исторические памятники, пропускать сквозь вот эту вот экспертизу было бы, с моей точки зрения, очень благим делом. Потому что многие, так сказать, ошибки, которые потом признаются и называются градостроительными ошибками, можно было бы отсеивать на этой стадии. И, кстати говоря, такие советы, они в нашей стране существуют. Вот почему-то вот в основном они на северо-западе приживаются. Вот есть в Петербурге, в Петрозаводске, в Вологде, в Новгороде Великом. В Москве все наши предложения на эту тему наталкиваются на, я бы не сказал, на отторжение, но на такое вот достаточно устойчивое сопротивление. Позвольте вопрос. Его никто не отказывается создавать, и в то же время никто не делает никаких шагов навстречу. Последний раз вот реальные шаги навстречу были где-то там вот в Междумерии, скажем, в 10-м году. Вот именно с этим у меня связан вопрос, собственно, по персоналям. Дело в том, что мы говорим Собянин, Собянин, Лужков, Лужков. Но дело в том, что одним из ходов, которые сделал Собянин, он довольно значительно омолодил чиновничью элиту, в том числе именно в тех направлениях, которые мы отчасти обсуждаем. То есть, условно говоря, тот же господин Кубовский, тот же господин Капков, это же по идее молодые, продвинутые люди. Вот от их появления в правительстве Москвы чувствуются какие-то изменения? Вот вы их чувствуете? Потому что по идее, по логике, с тем же господином Кубовским он должен там, условно говоря, постоянно общаться. Господин Кибовский настаивает. Он, наверное, тоже настаивает. Думаю, что в этом он хотя бы меня поддержит. Дело в чем? Дело не только в персональных, безусловно. Появление новых людей с какими-то идеями, оно способствовало переменам. Тот же Кибовский настоял на том, чтобы до него был комитет по культурному наследию. Сейчас это департамент. То есть уровень ведомства, которые отвечают за эти проблемы, стал выше, что очень правильно. Он подчиняется напрямую мэру Москвы, что очень правильно. У нас всю жизнь шла еще там с 70-х годов борьба за то, чтобы свое ведомство охраны наследия вывести из подчинения строительным управлениям и строительному комплексу. Вот это наконец состоялось. Это большое достижение. Ну, это логично. А хотя бы формально. Достижение, также несомненное достижение того, что называется градостроительной революцией Собянина, это принятое в мае 2011 года решение об отмене прежних распоряжений о сносе. Более 200 исторических домов были вот эти смертные приговоры отменены. И, по крайней мере, они отправлены на новое рассмотрение, в ходе которого в специальной комиссии, куда я тоже вхожу, удается многие дома отвезти от этого и спасти. Да, безусловно, это большое позитивное изменение. Сейчас вот буквально мы являемся свидетелями, кое-кто и участниками исторического, я считаю, без всяких привлечений событий, это принятие общего градостроительного регламента в пределах Бульварного кольца. В последние сто лет точно вот этих общих правил игры, которые в основном основаны на сохранении существующего положения, в основном, почему там есть много исключений печальных, но в основном да. Сейчас он практически уже принят. Это тоже достижение новой администрации. Вместе с тем продолжают осуществляться проекты, большая часть которых еще была при Вушкове подписана, абсолютно, с моей точки зрения, неприемлемые для исторического города, абсолютно вандальные проекты, сопровождающиеся сносами старинных домов, проекты, сопровождающие новым строительством на территории охранных зон, то есть то, что закон нам напрямую запрещает делать. Я прошу прощения, мы потихонечку уходим на перерыв. После перерыва мы, несомненно, обсудим то, на чем мы сейчас остановились, и в первую очередь те самые правила игры, о которых говорил наш гость, координатор общественного движения Архнадзор Константин Михайлов. Я напомню, что это программа «Искусство возможного». С вами я, ее ведущий Сергей Ильин, телефон в студию 8495-6510-996. Мы вернемся к вам буквально через одну минуту. Еще раз добрый вечер. Я напомню, это «Искусство возможного» с вами я, ее ведущий Сергей Ильин, и наш гость, координатор общественного движения Архнадзор Константин Михайлов. Телефон в студию 8495-6510-996. Мы обсуждаем тему политика и градостроительства. И вот то, на чем мы остановились, вы говорили о правилах игры. Мой вопрос таков. Что происходит с этими правилами игры? Насколько они изменились? Я позволю себе цитату из вашей недавней публикации. Вы говорите, новая градостроительная политика наступает по всему фронту. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за новая градостроительная политика, почему она наступает, и лучше она или хуже, чем старая градостроительная политика. Видимо, позволь себе предположить, что лучше, но в чем лучше, лучше ли. Ну, в этой фразе была значительная доля иронии. Она как раз была посвящена одному из тех безобразных проектов, которые начались особенно активно почему-то происходить в январе этого года, связанном со сносами исторических построек. Мы некоторые основные вехи этой новой политики уже обозначили, да, ограничение строительства в центре Москвы, вынос, это ведь совпало еще в 2011 году, совпало с предложением федеральной власти, да, с новой Москвой, то есть это было как бы два звена одной цепи. Ну, по крайней мере, в моем понимании, да, что вот, то есть было какой-то расчет на ту, видимо, или надежда, что вот эти новые территории их будут осваивать, и туда удастся канализировать вот все эти инвестиционные, инвесторские, девелоперские устремления. Интенции, если угодно. Интенции, ради бога. Да, ну вот теперь мы видим, что формально новая Москва пререзана, а в реальности на ней пока что ничего, никакого развития не происходит, что заставляет меня задумываться над тем, что эти вот интенции вместе с девелоперами вернутся сейчас обратно в историческую Москву. И очень важно принять вот этот градостроительный регламент, о котором я уже упоминал, чтобы, вернувшись со своими интенциями сюда, они встретили над центром исторического города уже некий защитный купол, подписанный Сергеем Семеновичем Собяниным. Этот купол, предположим, там с 55 дырами, то бишь исключениями для отдельных ранее принятых строек, но все-таки это купол. А раньше таких куполов не было? Раньше не было. Нет, ну вроде уже было принято решение там о запрете сноса исторических зданий, вот то, о чем вы говорили. Нет, было принято решение об отмене 209 локальных решений о сносе 209 зданий. И это пока остается в силе, но это не купол, а такие локальные здания. Оно остается в силе в том смысле, что все эти здания снова рассматривают наша новая градостроительная комиссия. Часть из них там были приговорены к сносу, у некоторых действительно не было большой ценности. Часть удалось отстоять, да. Это каждый раз с проблемами, с дискуссиями с большими, с убеждениями заказчиков, девелоперов. В том, что лучше не трогать. Очень часто, к моему огромному сожалению, вот на стороне бульдозера, с той стороны бульдозера стоят деятели культуры, разнообразные, музыкальные, театральные. То есть вы, прошу прощения, вы имеете стандартные ситуации различного рода творческих центров имени и при известных театральных и прочих деятелях, которых я не хочу называть, которым в результате, условно говоря, дают две комонатушки, а делают какое-то безумное строение, типа как, ну скажем, на Слободске, чтобы далеко не ходить, по площади там тысячи и тысячи квадратных метров. Это что-то об этом или не страшно? Стандартная ситуация, когда тот или иной деятель культуры имеет, так сказать, возможности контактировать с сильными мира всего непосредственно и, скажем, общаясь с ними или взаимодействие, получает такой вот какой-то режим максимального благополучия. То есть, говоря цинически, это в чистом виде лоббизма. В том числе в развитии своих же, там, будь то, любых культурных центров. Когда против этого, не только мы, когда против этого начинают возражать защитники наследия, говоря, что вообще-то здесь же есть законы, охранные зоны и так далее. Вы что? Вы против культуры? Вы против развития, вы ставя нам препону, вы убиваете уникальный музыкальный театр и так далее, и так далее. Вот это приходит слушать постоянно. Слушайте, а вот... Хотя дело не в том, что кто-то хочет кого-то убить, а дело в том, чтобы вместе сесть и поискать какое-то решение, которое войдет... Вот понимаете, в чем страдает, может быть, в этом сказывается отсутствие, так сказать, постоянной школы урбанистов. Страдает, а практически отсутствует понимание, что город и градостроительство — это всегда некий коридор возможностей, естественно. Здесь невозможно действовать по принципу «вот захотелось, и вот будет только так, а не иначе». Есть возможности. У любой территории есть возможность. Не только даже дело в каких-то формальных статусах, территориях, охране памятников. У любой территории есть некий потенциал. Его невозможно переисчерпать. Или нельзя выпить один и тот же стакан несколько раз. Когда это пытаются сделать, получается такое изнасилование городской территории, в результате чего от результата все ужасаются, а сделать уже ничего нельзя. Вот характерный пример. На нашей комиссии в ходе обсуждения этого регламента в 126-й раз был поднят вопрос о строительстве музыкального театра «Деликон» на Большой Никитской. С моей точки зрения, абсолютно противозаконный проект. А в каком месте Большая Никитская? Большая Никитская, 19, дробь 16. Бывший центральный дом Медика. А. А там уже половина... Что перекресток окончательно встал? Там была половина. Ну, про это уж никто и не вспоминает, где все будут парковаться. Там в проекте написано, что, значит, в качестве резерва для парковки гостей нового театра на 500 мест планируются подземные стоянки на Пушкинской площади. Где они, спрашиваются? Ну, вот только Пушкинской площади этого и не хватало в двух километрах, извините. Вот там, вот под этот проект, который тянется с 2002 года, уже снесена половина исторической усадьбы Глебов-Стрешневых-Шаховских, снесены здания 18 века, средь бео дня. На их месте планируется строить новый четырехэтажный музыкальный театр. Вопреки всем понятиям о режиме охранной зоны. И это тоже, условно говоря, лоббизм каких-то известных деятелей культуры? Я сейчас не буду называть их фамилий, их было полно во всех этих схватках вокруг него. Было огромное количество обращений со стороны деятелей музыкальной культуры. Было другое, так сказать, обращение, в том числе и со стороны зарубежных наших коллег, занятых охраной наследия. Было много чего, но в результате суть-то проекта от этого не меняется. И вот даже при наличии документа Московской прокуратуры, в котором черным по белому написано, что этот проект противоречит нормам закона, он все равно продолжает, постоянно видны желания его продвинуть дальше, дальше и дальше. А ведь этот проект не в чей-то даже частный, это проект городской. И на это расходуются городские деньги. Я вот, например, как налогоплательщик, я очень против того, чтобы деньги городского бюджета расходовались на проекты, которые противоречат закону. И вот когда мы это в 126 раз обсуждали на нашей городостроительной комиссии, Марат Кирганш Куснулин, глядя на меня, что называется, ласка и участливо, говорит, я согласен с тем, что это ошибка. Ну, да, это было широко. Я согласен с тем, что это ошибка, что этого не надо было там строить, что не надо было этого начинать. Но это уже начато, и туда истрачен миллиард бюджетных городских денег. Мы не можем это просто вот взять и закрыть. Как говорит моя жена, мы уже вложили столько денег в эту баню, что проще вложить еще столько же, чем замораживать. Я вот этой логики не очень понимаю. Я ее тоже не понимаю, даже когда речь идет о моем коробе. Давайте и тратим туда еще полмиллиарда городских денег. А там посмотрим. Он от этого законнее-то не станет. Вот, слава богу, сейчас, может быть, на уровне Министерства культуры удастся как-то его видоизменить. Вот к вопросу о ведомствах, но сначала такой немножко попсовый, если позволите вопрос. Вот Лужков был таким веселым, энергичным меценатом. Вот судя по тем проектам, о которых мы говорим, меценацию, покровительство деятелям искусств, причем довольно пародийным и дурном, может быть, отчасти смысле, эта тенденция с уходом Лужкова ушла или очень даже осталась силой, или, может быть, даже увеличилась, по вашему ощущению, поскольку вот тут вы ближе к этому. Вы знаете, слово меценатство я бы здесь не применял. Ну как, ну ко мне приходит сам Олег Борисович, условно говоря, а я ему уже, как же я ему могу отказывать? Меценатство, если мы с вами из любви к искусству вытаскиваем из кармана свой собственный кошелек, и из него создаем городские музеи, театры, это такая традиция и в России была, и, кстати говоря, есть. Когда меценатство происходит за чужой счет, это называется какими-то другими словами. Ну если человек, который городской голова и считает себя хозяином города, то... Ну это он так считает. Я это все равно меценатством не назову. Ну Юрий Михайлович точно считал, а Сергей Семенович? Я, честно говоря, не то чтобы очень внимательно следил за хроникой взаимодействия Сергея Семеновича Собянина с деятелями культуры. Безусловно, культуру надо поддерживать. Нет, культуру надо поддерживать, кто бы спорил. Кто бы спорил, кто бы спорил. Но это все-таки должно, вот почему мы наставим на создание Совета по наследию, чтобы был круглый стол, где можно было сесть и проблему со всех сторон обсудить и понять заранее, где будут болевые точки, и может быть от этих точек заранее уйти. Потому что у всего есть нормальные способы решения. У того же театра Геликона, о котором я говорил, там несколько альтернативных было способов разрешения этого государственного конфликта. Но власть продолжает настаивать все на том же первоначально. Если говорить о подобных советах, вот какой вопрос. Понятное дело, что представители экспертного сообщества, понятное дело, что представители общественности, понятное дело, что представители власти, сиричи власти исполнительные. Но мы как-то совершенно упускаем еще один элемент, который там по идее должен присутствовать. Раз уж мы говорим о градостоятельности и политике, то, собственно говоря, теоретически публичной политики Москвы, это не только и не столько мэры, это, несомненно, не вице-мэры, это, извиняюсь, наша любимая городская дума. И кроме вот старо-екатеринских, так сказать, построек... Прошу прощения. Как вообще идет взаимодействие с депутатами Государственной Думы? Оно есть? Потому что по логике, в общем-то, казалось бы, должны общаться с ними. Да, конечно, оно есть и с ними, мы, естественно, общаемся. А насколько плодотворно? Я не могу сказать, что мы всегда с ними находим какой-то абсолютно единый знаменатель, но так, наверное, не бывает. Я, например, и мой друг Рустам Архматуллин, мы являемся экспертами одной из комиссий Московской городской думы, то есть как раз по вопросам городостроительства посещаемых имеем возможность высказать, в том числе, и свое мнение. Это, безусловно, такое существует. Соответственно, два подвопроса. Вопрос первый, легко ли с ними найти общий язык? И вопрос второй, есть ли от них прок, грубо говоря? Поскольку понятно, что вице-мэр может принести какую-то пользу. Впрочем, я прошу прощения, если позвольте, я этот вопрос перенесу, поскольку сейчас у нас на линии Максим Вениаминович Перов, член правления Союза архитекторов России, Максим Вениаминович, добрый вечер, вы меня слышите? Добрый вечер, слышу вас. Добрый вечер. Мы беседуем с координатором общественного движения Архнадзора Константином Михайловым по теме городостроительства и политика. Вот. И, собственно, тот вопрос, который мы затронули, он имеет прямое отношение и к городостроительству, и политике. Что у нас все-таки происходит с проектом Новой Москвы? То есть, еще полгода назад, а тем более год назад, было ожидаемо, что переедет какое-то огромное количество самого различного рода института власти. Что можно ожидать по нашим нынешним данным? И, соответственно, как это отразится на жизни москвичей, на жизни общества, ну и, в общем-то, на политической обстановке у жителей столицы, если угодно. Ну, давайте так очень аккуратно сформулируем. На сегодня каких-либо подтвержденных планов переезда федерального правительства на территорию Новой Москвы не имеется. То есть, те, которые были, пока особо не подтверждаются, включая не только правительство, но и отдельные федеральные ведомства и, в том числе, законодательные органы. Я правильно понимаю? Никаких. Неисполнительная законодательная власть пока не имеет внятных планов переезда на территорию Новой Москвы. Новой Москвы сегодня разрабатывают территориальные схемы на два округа. Они там не предполагают, ну, сегодня в стадии разработки не предполагают каких-либо федеральных органов власти. Так, а в таком случае не получится ли, что предполагаемая полицентричность, идея полицентричности просто торжественно провалится? Потому что одно дело, там, условно говоря, ведомство, федеральное собрание и так далее, вокруг которых, естественнейшим образом, организуется какая-то инфраструктура, организуется бизнес-инфраструктура и так далее, а тут все, как бы, условно говоря, ну, совершенно на ровном месте и исключительно по доброй воле господ-девелоперов. Нет такого опасения? Ну, смотрите, да, конечно, такого магнита, как федеральный центр, не будет, но это совершенно не исключает иных магнитов. Например? Москва перенасыщена, да, в этом смысле полюса роста, которые могут быть инициированы, ну, так сказать, якорным, якорным девелоперам или, так сказать, какими-то еще структурами, они вполне реалистичны, просматриваются, просто большое количество рабочих мест просматриваются, может быть, без такого пафоса, но, тем не менее, проекты, в общем, вполне вменяемы, и территория, безусловно, станет одним из центров протяжения Москвы в целом. Это вот сегодня уже очевидно. И, если позволите, тогда последний короткий вопрос, правильно ли я понимаю, что даже в нынешней ситуации, когда переезд властных структур не очевиден, вот не добрая и не к ночи будет помянута радиально-кольцевая структура города Москвы будет, наконец-то, порушена? Ну, погодите, ну, невозможно порушить радиально-кольцевая структура Москвы. Ну, если Аркнадзор, то предлагают. Не-не-не-не-не, это я предлагаю, говорю сразу. Подложим. Бомбить мы не предлагали. Да-да. Ну, знаете, есть структура, да, ее можно совершенствовать, порушить ее нельзя, это невозможно, организм живой, да? Нет, но радиально-кольцевая структура предусматривает наличие одного центра. Если у нас появляется полицентричность, то радиально-кольцевой как таковой уже вроде как быть не должен. Она будет, нет, она останется, она будет трансформироваться, достраиваться, усложняться и так далее. Кстати, радиально-кольцевая структура, вообще-то, у очень многих столицы, ну, там, типа Токио, такие маленькие мегаполисы, да? Ну, в Европе-то уже мало осталось. Да полно, да нет, ну, осталось, осталось. У нас она недостроенная, вот это вот другой вопрос. Москва не является радиальной-кольцевой. Москва является радиальной, в этом проблема. То есть именно вопрос связи, трех колес нам мало, а четвертого Сергей Собянин сказал, что ему не быть, насколько я помню. Смотрите, ну, по факту, еще раз, да, вот третья пробила часть дырок, но, что она нигде все не закрыла. Да, она не радиальная, она радиальная, но не кольцевая. И это и есть проблема. Она, конечно, останется, она будет достраиваться, усложняться хордами. Вот это вот решение сегодняшнее по метро и по автомобильным хордам, будучи реализованы в ближайшие, там, лет восемь, это, в общем, основные проблемы Москвы, конечно, решится. Я понял. Сегодняшнее. Я понял. Ну что ж, Максим Евгеньевич, большое спасибо за ваш комментарий. Вот, Константин, ну вот, собственно говоря, комментарий почти официального лица, своего стархитекта. То есть, с одной стороны, лицо вроде как почти официальное, с другой стороны, это, несомненно, творческая структура. Два момента. Момент второй насчет новой Москвы и кольцевой структуры, радиально-кольцевой, и момент первый, пожалуй, что куда более существенный. Не дергайтесь, господа, ничего такого вроде как быть не должно, никто никуда не едет. Но все равно какие-то центры возникнут. Попрошу прокомментировать, если можно. Ну, насчет переезда центров власти, это, конечно, у нас про это речь идет уже лет 20, если бы не поймете. Ну, господин Медведев про это заговорил как-то крутально. О выносе из Москвы каких-то столичных фунтов. Что-то перенесли в результате. Да, вот, по-моему, за 20 лет перенесли два ведомства. Конституционный суд. И военно-морское ведомство, если они живут. И военно-морское, и то, по-моему, со скрипом. Значит, смотрите дальше. Что такое перевести? Это же так кажется, на карте легко нарисовать, да? Взять собхоз с коммунаркой и нарисовать там. И концептуально в коммунарку перевести не проще, не сложнее, то есть не проще, а сложнее, чем в Питере. Это все, я никогда не слышал реальные оценки, вот сколько это будет стоить. Потому что это не просто взять сколько-то тысяч людей и переселить их в новое помещение, сказав, что они должны туда ездить, от метро Кашевская. А теперь вы будете работать не в центре, а на Кашевской. Да, теперь вы будете работать вот от метро Кашевской. Поскольку вы все живете на Рублевке, вы будете ездить в коммунарку. Да, это все очень дорогая история, потому что правительственные здания, это особые, так сказать, проекты, это специальные линии связи, всякая защищенность. То есть вот, то есть это фактически... Банальная инфраструктура, кроме всего прочего. То есть это на самом деле построить центр Москвы еще один раз на новом месте. Я не уверен, что вот... Ну, может быть, не в полном объеме, но и тем не менее... Я не уверен, что у нас есть столько денег, вот так вот одномоментно. Да деньги бы, наверное, нашлись, тут проблема в нежелании кого-нибудь приезжать. С учетом других великих строительных проектов, Олимпиады, грядущего чемпионата мира по футболу, стадионов, я не знаю. Я исхожу с того, что денег много. Ну, хорошо, давайте исходить с того, что денег много, хотя... Ну, скажем так, по сравнению с сочинскими бюджетами, в любом случае, переезд Москвы, даже будучи крайне глобальным мероприятием, это все-таки проект совершенно другого уровня. Трудно сравнивать. И он, пожалуй, поважнее для судьбы России, для судьбы Москвы. Другое дело, что действительно наш собеседник абсолютно прав, наличие там правительственных учреждений или их отсутствия никак не должно служить препятствием для развития этих территорий. Да, вот когда эти схемы территориального планирования будут, наконец, обнародованы, станет многое понятнее. Не очень понятно пока, что, собственно говоря, должно подтолкнуть сейчас, скажем, частные бизнесы и девелоперов туда. Какой у них стимул, кроме того, что там немного дешевле земля и ее аренды, предположим, она там дешевле, но все остальное-то оказывается на расстоянии в 20 километров, вместо привычных двух. Ну да, но тут еще нужно посмотреть, как будет выглядеть вот та коллизия, которая очень сильно мешала бизнесу вот все, все 20 лет, грубо говоря, ну, условно говоря, там с 92-го года, что вот здесь Москва, здесь Московская область, и между собой они категорически не дружат, в том числе именно по вопросу и земельным вопросам, и по вопросам градостроительных регламентов и так далее, был жуткий бардак. Теперь вроде Москва получает огромный кусок земли, вот может быть от этого станет лучше. Или наоборот, кстати. Ну, может быть, да, если это будет, так сказать, разумно простроено, да, пока у них должны быть какие-то преференции. Вот если вы открываете ресторан, там, условно, на Тверской улице... Ну, пока имелось в виду, что вот вам преференцию, вас сюда перенесут целое федеральное собрание. Не перенесли. Вот когда вам сюда перенесут федеральное собрание, за ним неизбежно потянется что-то, да, что будет наполнять и служить потребителям. И строить ресторан, да, там совершенно точно будут кушать депутаты. Да, да, туда будет кто-то ходить. Кто сейчас будет ходить в ресторан посреди совхоза коммунарка, это пока большой, видимо, вопрос. Поэтому они и не спешат. То есть, ну, на самом деле, вот все известные, так сказать, мировой и отечественной истории переносы столицы, это всегда волевое политическое решение власти. Так, я прошу прощения. И на этом мы уходим на последнюю в нашей нынешней передаче перерыв. Я напомню, что у нас в гостях член общественной палаты и координатор общественного движения Архнадзор Константин Михайлов. Встретимся после перерыва. И еще раз добрый вечер. Последняя часть нашей сегодняшней программы Искусство Возможного. Я ее ведущий Сергей Ильин. Общаюсь сегодня с координатором общественного движения Архнадзор Константином Михайловым. Я напомню, что телефон в студию 8495-6510-996. И мы остановились, собственно говоря, на теме, что будет с Новой Москвой. Но хочу еще раз вернуться к тому вопросу, который я обсуждал с господином Перовым, о радиальной кольцевой структуре. Что можно сказать по этому поводу? Насколько она уместна? Господин Перов говорит, что она есть в целом ряде городов. У меня есть несколько другие сведения. Вот что происходит с радиальной кольцевой структурой? Насколько это хорошо? Или можно ли ожидать, что каким-то образом... Ну, мы достигли какой-то полицентричности или чего-то там еще? Ну, давайте начнем с того, что термин уместный или неуместный. Он сам по себе здесь не очень уместен. Так история распорядилась. В Москве вот такая вот структура. Кстати говоря, это в нашей стране даже редкость, потому что в екатеринские времена, как известно, все города были перепланированы заново по нормам, городостроительным нормам классицизма, то получали нарезку кварталов правильной формы, как тогда говорили, геометрических фигур с той же геометрической правильной системой улиц. Вот единственный город, в котором это избежал, была Москва, где была, так сказать, уличная сеть откорректирована, но она не рисовалась поверх старой, как во всех остальных городах Российской империи. Ну, естественно, Петербург сохранял свою сеть, заложенную еще при Петербурге первым. Так что это достаточно уникум, и сама по себе вот эта вот структура города, она тоже входит в понятие исторической Москвы, так что тут, что называется, я бы попросил. Да, но дело... Но дело не в этом. Дело не в том, что она сама по себе служит чему-то препятствием. Сеть, она испытывает нагрузку, когда мы видим, что сеть испытывает нагрузку, мы должны думать об источниках этой нагрузки, о ее переносе, о ее, так сказать, где находится сердце, которое гонит по городской кровеносной системе, кровь, да, и хорошо ли она себя чувствует. Вот у нас, например, вот все знают, да, что когда-то на месте бульварной и садового кольца были крепости, каменная крепость, деревянная земляная крепость, в которых узкими точками были ворота, так как улицы могли выйти из города только через отверстие в стене, да, поэтому к некоторым местам у нас улицы, как правило, они расширяются от центра, да, и расходятся веером. В некоторых местах они, наоборот, сходятся, вот как большая полянка и большая ордынка сходятся к Сербуховской площади, чтобы они могли дальше выйти из города через ворота. После, когда эти крепостные укрепления исчезли, стало в городе дышать с транспортом, на точке зрения, в 19 веке гораздо легче. Этим путем прошли все исторические города. Окей. Но у нас есть другое кольцо, которое играет роль крепостной стены, мешающей проезду, я имею в виду кольцо же Московской железной дороги. Вот почему такая невероятная всегда транспортная ситуация на площади Белорусского вокзала? Потому что только там есть виадук, и через него вы можете переехать железную дорогу. Вот там есть сеть дублеров Тверской улицы, справа и слева, там, кстати, никакая не кольцевая система в этом участке города, а вполне себе такая в шарпанном порядке, как на Манхэттене. Параллельные Тверские и Ямские улицы и параллельные Брестские с той стороны. Но вот все движения по всем параллельным улицам упираются в кольцевую железную дорогу, и оно, и они стекаются с двух сторон на Тверскую, создавая там пробку. И несколько других таких мест. Вот роль крепостной стены у нас исполняет кольцевая дорога, да, вот с ней, с расшивкой вот этих вот пересечений надо было бы давно что-то делать, дорабатывая эту кольцевую систему, это одно. Второе, конечно, Бич, я тут прошу прощения, я себя ни в коей мере не считаю специалистом. По транспортному развитию оно отчетливо видно, да, вот эти вот сезонные, вернее не сезонные, а дневные и утренние миграции транспортные, да, когда все едут утром в центр, а вечером все едут из центра. Это является следствием чего? Это является следствием огромной диспропорции в развитии отдельных городских территорий. То есть маятниковые поездки, грубо говоря, как из-под Московья в Москву, так и между различными спальными районами и рабочими. Во время обсуждения последнего генплана у нас выяснилось, что в этом вот историческом центре, который занимает 5 или 6 процентов территорий города, сосредоточено около 40 процентов рабочих мест. Вот источник этой диспропорции и источник дикой транспортной ситуации. И решить это чисто транспортными мерами, то есть расширением тех или иных улиц, организацией бессветофорного движения невозможно. Это можно решить только мерами общего оздоровления городского организма, то есть сосредоточение вот этих вот точек приложения. То есть, грубо говоря, это фактически тот самый полицентризм. Полицентризм, который был заложен еще, это ведь не мы с вами это поняли, не в наше время, это было заложено еще в генплане Москвы 72-го года, потому что они тогда уже эту проблему предвидели и пытались решить выносом созданием восьми, как они тогда говорили, дополнительных центров Москвы в так называемых спальных районах. Но из этого ничего не вышло, и мы имеем вот город, живущий полнокровной жизнью и задыхающийся в ней, в границах Садового кольца и ближних районов, и имеем спальные районы, в которых за 20 лет последние ничто кардинально не изменило. Я понял, спасибо. Ну, раз вы, как я это сообщил, что не являетесь специалистом по транспорту, у нас сейчас на линии директор Института экономики транспортной и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Яковлевич Блинкин. Здравствуйте, Михаил Яковлевич, вы нас слышите? Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил Яковлевич. Мы беседуем с координатором общественного движения Архнадзор Константином Михайловым по теме политика и городостроительства, и вот сейчас наконец-то дошли до той темы, которую я точно знаю, вам однозначно навязала в зубах, но увы, увы. Тема того, что происходит в городе и что можно попытаться делать для того, чтобы хоть как-то разгрузить обстановку, помимо борьбы с водителями, увеличения стоимости владения автомобилем, о котором мы с вами уже не раз беседовали. То есть господин Михайлов, например, говорит, что во-первых, нужна какая-то расширка пересечения, это, видимо, то самое увеличение связанности, о котором мы не раз говорили. И отдельно указывает на такую, ну, довольно очевидную проблему, как маятниковые миграции. То есть днем и утром люди, что из Подмосковья, что из спальных районов едут в центр Москвы, где сосредоточено порядка 40% рабочих мест, вот, вечером едут обратно, и, соответственно, мы имеем чудовищный час-пик. И вот вопрос, является ли единственным вариантом борьбы с этим условная полицентричность, условная новая Москва и так далее, или какие-то другие пути решения, хотя бы промежуточные? Вот что бы вы могли сказать по этому поводу, Михаил Яковлевич? На самом деле, вот и Константину, я ему передаю привет, поклон, и вы произнесли все слова. Взаименно, Михаил Яковлевич. Значит, вот замечательная сеточка улиц Тверские, Ямские, вот, про что Костя сейчас рассказывает, ведь, да, ведь оттуда попасть, ну, условно скажем, к ВГТРК, сказать, вот туда, это самое, на Ямское поле, можно только с чрезвычайно сложным образом выехать на магистраль, так, и, соответственно, там вот заехать в те переулки, там расстояние географическое между какой-нибудь точкой в районе Бутырского вала и какой-нибудь точкой в районе Ямского поля, оно там, ну, сотни метров, а уезжать-то мы будем с вами там... Да, то есть один пешеходный переход, насколько я помню, через железную дорогу, и ни одного автомобильного, то есть один, грубо говоря, в районе Савелского вокзала, другой в районе Белорусского, и все. Ну, собственно, то, что мы имеем между Каширкой и Варшавкой. Да, тривиальный переход через железную дорогу, и вот там Белорусскую, а вот на другом конце города через Павелецкую, вот это увеличение связанности сети, это не требование теоретиков, это вот такая элементарная жизнь, в которой вот город живет, не живет, и вот это требование связанности теснейшим образом связано с тем, связанность, связанность, забавно, теснейшим образом связана с тем, как распределены рабочие места по территории города. Ведь раньше проблеме смешанной застройки, в них с девелопментом на профессиональном языке, мешало какое обстоятельство? Обычное производство в городе, это какое-то грязное машиностроительное производство, которое в жилом квартале неуместно. Сейчас в Москве рабочие места чистые, это рабочие места в сфере бизнеса, в сфере финансово, IT, медиа, которые никак не мешают жилому кварталу. Ну, то есть, грубо говоря, бизнес-центры, я правильно понимаю? Да. Почему они не возникают в удаленных районах города? Ведь вопрос очень простой. Вот я делаю в Митино свой офис, ну, какой-нибудь IT, финансовый, медийный, какого угодно, да? Значит, это, или там в Гальяново, это кратно дешевле, чем сделать этот офис на Садовом кольце. Почему я там его не делаю? Да кто ко мне туда приедет? У нас же из того же Гальянова или Митино в центр мы доберемся, а давайте попробуем доехать из Гальянова в Митино. В этом вопрос. У нас периферия города абсолютно не связана между собой. Нам, чтобы доехать из одного периферийного района в другой, надо все равно заехать в центр. Или нам как? Я уже офис в центре сниму. Хотя бы одна будет дорога, а не две. То есть, вот эти вещи связаны между собой теснейшим образом. Если нормальная ситуация со связками на периферии, я имею в виду связки обоих сортов, и общественным транспортом на автомобиле, нормальные связки на периферии дают толчок бизнесу, делай там дешевые рабочие места. Там аренда намного дешевле, чем у стен Кремля там на Боеварном кольце. Почему бизнес туда не едет? Ну не доедешь ты туда, так сказать. Ну какой смысл? У меня дешевая аренда, зато никакой доступности нет, да? И вот развитие периферии самым элементарным образом связочки через железные дороги, увеличение плотности сети на периферии. Вот наш общий друг, знаменитый архитектор Григориев со своими учениками посчитал, какая плотность сети на периферии города, то есть между Кадом и Третьим Кольцом. 6 процентов. Вот по старым учебникам это слободские окраины. Слободские, даже не город. Так вот, приведение в порядок сети на периферии города, не лезьте в центральные проспекты, там на них и так можно ездить. Вот приведение в порядок периферии города абсолютно принципиальный вопрос. Потому что это же не то, что в старину, с полевым порядком, вот открываем там завод, строим рабочие места. А дальше теперь не бывает. Надо создать привлекательные стимулы, которые бы позволили частному бизнесу вместо дорогущей аренды в центре предпочитать аренды на периферии. Другого способа просто нет. Если позволите, последний вопрос на ту же тему. Два довольно громких проекта столичного правительства. С одной стороны использование малого железнодорожного кольца, с другой стороны перепрофилирование грузовых дворов железнодорожных. Правильно ли я понимаю, что попытка перепрофилирования грузовых дворов без подведения специальной инфраструктуры обречено на провал? Что до малого железнодорожного кольца, то там успех как раз может быть, но только в том случае, если будет крайне жестко и последовательно реализоваться все планы по максимально комплексной транспортной инфраструктуре, причем как общественного транспорта, в том числе, как автомобильного, так же и железнодорожного, всех видов. Давайте по порядку. Проект пассажирского движения на малом кольце железной дороги исключительно перспективный, который может сыграть для транспортной ситуации, даже для расселенческой ситуации на территории города, ну, огромный позитивный рой. Но проект одновременно не только очень перспективный, но очень трудный, потому что если мы пройдемся так мысленно по сети станций на малом кольце железной дороги, там во многих местах просто не обеспечена, ну, никак элементарная, так сказать, пассажирская логистика, как я с этой станции куда-то пересяду, да, и, соответственно, при проектировании, вот я просто знаю, служу за процессом проектирования, эти трудности инициаторы проекта, проектанты проекта очень хорошо понимают, потому что если там нездят гладких пассажирских логистик, этим просто никто не воспользуется. Это вопрос успеха или неуспеха проекта. Михаил Яковлевич, а нет опасения, что будет такая же ситуация, как, условно говоря, с Новой Москвой. Вот Новой Москва, здесь будет сидеть правительство, здесь будет сидеть федеральное собрание, после чего сюда прибежит бизнес и все станет хорошо. Правительство не переезжает, после чего возникают вопросы. Так и тут. Есть превосходный проект, что мы здесь поставим это, 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 это. Потом вдруг бах, выясняется, что тут у нас нет денег и получаются какие-то построенные наполовину, от чего будет не прок, а напротив того вред. Нет такого опасения. На самом деле с транспортными проектами так, в общем, практически не бывает. Потому что если возникает приличная транспортная связка в Москве, а тем более достаточно обширная связка, по всему городу, да, если возникает транспортная связка в Москве, то на это и девелоперы, и, бизнес, расселение на это реагирует очень позитивно и очень быстро. Это же вот, тем более, это не какой-то суперпроект там освоить, так сказать, полторы территории сложившейся Москвы, да. Это не суперпроект, это большой транспортный проект совершенно реальных масштабов. То есть я вот пока, дай бог не разочароваться, я пока верю успеху этого проекта, он выглядит очень симпатично. Понятно. Значит, ну про грузовые дворы, наверное, можно и успеем в другой раз. Ладно, действительно. Огромное вам спасибо, Михаил Яковлевич, всего вам доброго. Так, и, Константин, мы возвращаемся, собственно говоря, к тому же вопросу. Прибавило вам оптимизм заявление господина Блинкина, скажите мне честно? Или, в общем-то, он говорит, например, тоже, что вы уже не расслышали и думаете примерно так? Нет, общение с Михаил Яковлевичем не всегда прибавляет оптимизма. Положим. Но что касается Малого Кольца, конечно, его надо запустить рано или поздно. Нет, я говорю, надо запустить, вернее так, вы говорите, надо запустить, господин Блинкин говорит, надо запустить, и я говорю, надо запустить. Московские власти говорят, надо запустить. Более того, они были чуть ли не первыми, которые объявили о запуске этого проекта. Вот я понимаю, что это уже, мы переходим в область научного тыка, но ваше ощущение вообще выйдет из этого что-то, потому что это же действительно дезумно перспективный проект, на самом деле. То есть, то самое, о чем вы говорите, один из главных затыков, это самое железнодорожное кольцо, это фактически может стать какой-то эксцентриситетной, если угодно, предпериферийной зоной для серьезного развития деловой активности. То есть, условно говоря, вот Сити построили, и худо-бедно, судя по всему, Сити таким источником действительно станет, да? Хотя у него перевложили, по-моему, денег, и слишком уже были настроены какие-то архитектурные излишества и рекорды. Вот. А сделать что-то человеческое и достаточно обильное, почему бы и нет? Ну, это вот с малым кольцом примерно та же история, что с генпланом. Сколько было копий вокруг генплана сломано, потому что существовала, так сказать, на самом деле разница ментальная в толкованиях. С точки зрения разработчиков генплана, они говорили, вот это у нас генплан, это документ, который предусмотрен генпланным кодексом, у него должно быть тот и тот, и тот, и тот, и это все у нас тут есть, и не понимаю, какие к нам претензии. А те, кто критиковал, думали по старинке, что генплан это некий вот такой вот проект развития города, который показывает модель, к которой мы идем, показывает, как мы туда идем и за счет чего мы туда идем, что, на мой взгляд, гораздо логичнее. То же самое в истории с малым кольцом. Вот. И с генпланом ничего не получилось, потому что он, будучи, так сказать, первым, так и не смог стать вторым. То же самое с малым кольцом. Пока это для нас просто некий транспортный проект, а для кого-то чуть ли не экскурсионный, что вот мы запустим по кольцу пассажирские поезда и будем любоваться перспективами старинных стран. А также подведем туда другие виды транспорта, автомобильные дороги, будет прекрасно. А вот мы думаем, что как-то само по себе вот вокруг этого кольца какая-то новая городская жизнь наладится. Здесь тоже нужен некий большой проект, что такое это кольцо, да? Где вот, потому что вот с точки зрения того, о чем мы говорили 15 минутами ранее, вот сейчас любое, вот в зоне Садового кольца и рядом с ним открытие чего-либо, что приносит много новых рабочих мест, с точки зрения той диспропорции, это практически преступление. Вот мы открываем новый офисный комплекс или говорим, вот мы достроим новый офисный комплекс на Садовом кольце. Превосходно, превосходно. Потому что нам некуда деваться, у нас обязательства... Там уже стоит остов, мы 4 года не можем построить. Там стоит остов, у нас обязательства перед инвестором, мы ничего с этим не можем поделать. А то, что там парковки на 200 мест, мы об этом не говорим. А давайте посчитаем, а во что это, вот обязательства перед инвестором, понятно, во что обойдутся. Во что это городу обойдется? Помимо вот этого маячения ежедневного перед глазами этого выдающегося архитектурного сооружения, во что это и обойдешь с точки зрения нагрузки транспортной, инфраструктурной и так далее, и так далее. Вот этого, если мы говорим о новой политике градостроительной, вот этого допускать не надо. Мы себе поставили за руку, мы не создаем новых рабочих мест в центре, чтобы город перестал задыхаться. Мы создаем их там, вдоль Малого кольца, железной дороги. Вот тогда это будет действительно разговор, будет проект развития. Я понял, спасибо. У нас остается немногим более двух минут, поэтому заключительный вопрос, чтобы хоть как-то вывести на несколько более оптимистическую ноту, не уверен, что из-за этого что-то получится. Итак, все-таки, вот градостроительство и общество, градостроительство и политика. Мы говорили о столице, ну ладно, бог с ним, будем тогда уже говорить о столице, чего нам ожидать в ближайшее время? Будут ли изменения к лучшему, будут ли изменения к худшему, будут ли какие-то естественные изменения, которых при всем желании никто, ни власти, никто либо еще не смогут избежать. То есть изменения объективного характера. Вы задаете очень философский вопрос. Я вам отвечу, так и так. Будут изменения к лучшему, будут изменения к худшему, к сожалению. Но в целом, на самом деле, вектор, если он будет соблюден вот этого ограничения, он, безусловно, вектор позитивный, потому что сейчас, конечно, вот этих вот проектов еще очень много, что плохо. Но есть понимание того, что новых больших проектов в центре не затевается, к счастью. И это дает основание... Центром вы в данном случае называете предел Садового кольца? Ну, чуть шире предел Садового кольца, камер Каллежские валы, да, до границы исторического города. Хотя, конечно, отдельные рецидивы, они постоянно случаются, я думаю, будут случаться. Но с ними нужно бороться. Как тот же проект строительства здания Мосгордумы на Страстном бульваре. Ну, из той же серии. Да. Понятно. Ну, вот только вот чем больше, так сказать, городское общество в это вовлечено, и чем оно лучше осознает, какие угрозы это ему несет, тем, я думаю, будет проще с этим бороться в будущем. А правильно я понимаю, совсем короткий вопрос, что, в общем-то, в этом направлении, помимо вот этих доморощенных урбанистов, все-таки растет интерес публики. Так, условно. То есть, вот, грубо говоря, за последние два года, бог, не с политической активностью, но активность общегражданской, и в том числе вот эта узкоотраслевая, то есть это уже не единица. Мне точно очень отрадно то, что, даже не единица, а три тысячи, наверное, десятки тысяч, мне отрадно то, что люди, наконец, осознают город как свое общее пространство, которое надо изучать, защищать, заботиться о нем, что это не просто вот что-то такое, как машина для жилья или место для прогулок. Я понял. Большое спасибо, на этом и заканчиваем сегодняшнюю программу «Искусство возможно». С вами был Сергей Ильин и наш гость Константин Михайлов. До встречи через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!